Потому что вы должны понять, что ваш путь тупиковый. Вы абсолютно бездарно тратите свою компетенцию. Согласна. Компания, которая нужна вашей компетенцией, вам нужно заниматься только им, только этим проектом. Вы должны прекратить палить время. Ну, это как вы устали. Это хорошо, потому что болевой порог пройден, значит, вы это будете делать. Надо быстро сказать свою ситуацию, чем вы занимаетесь. А дальше я скажу, буду я разбирать или нет. Просто потому что я пойму, ситуация интересна для всех или неинтересна. Если я скажу нет, это не значит, что с вами что-то не так, что вы плохая и так далее. Просто я в интересах всех работаю, чтобы это было наиболее показательным. Надо сказать свою нишу, результат и в чем вопрос-то, в чем ситуация. Всем привет, меня зовут Ксения. Я бывший топ-менеджер и раньше IT-компаниям помогала выходить на региональные и международные рынки. Соответственно, потом я поняла, что по сарафанке ко мне приходят… Понял. Бывший топ-менеджер. Сколько зарабатываешь? Сейчас 300, если усредненный доход, за 6 месяцев взять. Есть свой бизнес? Да, вот, собственно, консалтинг. Консалтинг, отлично. Уже год им занимаюсь. Строю партнерские и франчайзинговые и агентские сети для IT-компаний. То есть у меня средний бизнес ко мне приходит крупный. А в найме сколько зарабатывал? Ну, 150-200, вот в таком ключе. Ну, то есть там без бонусов? Сейчас 300. Да. А в чем вопрос-то? Ну, в чем проблема? На самом деле проблема… Проблема – это то, что не получается делать своими силами. В общем, я вместо того, чтобы бизнес строить, фрилансом занимаюсь условно. И это вообще, ну, какое-то говно. Ладно. Дайте себе, пожалуйста, стул сюда поближе. Ну, не вы, не вы, не вы. Вы стоите сейчас сюда. Сейчас вы присядьте, быстро вас разберем. Ситуация… А у кого похожая ситуация? У кого похожая? Да, хорошо, значит, разберем. Похоже, это значит, вы высококвалифицированный топ-менеджер со статусом. И вы теперь делаете примерно то же самое. То есть вы что-то там делаете для других, продавая свой опыт. Просто теперь не одному клиенту, а нескольким. Через то, что называют консалтинг. Да? Да. И что, и сколько вам платят клиенту? Ну, средний чек где-то 200-300 с клиента. А в чем проблема? Проблема в том, что у меня нет времени просто их тупо привлекать. Потому что я занимаюсь… Потому что как в Маринской птицефабрике время закончится. Ну, тогда все просто. Вы же сами понимаете, что делать. Я понимаю, но я немножко с другим вопросом. То есть с одной стороны можно строить агентство, да, и брать сотрудников, обучать их, чтобы они и этой же ерундой занимались. Да, да. Но я подумала о другой идее, и хочется понять, насколько она адекватная. То есть я для всех делаю одно и то же. Я хочу построить просто… А что вы делаете конкретно? Ну, привлекаю партнеров по России и на международке. Тех, кто условно хочет делать бизнес или, ну, какую-то дополнительную прибыль для своего действующего бизнеса. Суть своей деятельности, скажите, суть еще раз повторить. А, описываю стратегию. Что является вашим результатом? Результат – продажи в регионах и капитализация компаний. С кем вы работаете? Кто ваш клиент? Средний бизнес. Лидеры в конкретных нишах. Вы строите филиальную сбытовую сеть? Да, только для IT-компаний. А, для IT-компаний. Да. А IT-компании – это интеграторы? Нет. Кто занимается чем? У них облачные решения. Софт. Вы, ну, типа, 1С и есть франчайзи 1С. Вот это? Да. Или нет? Да, я делаю франчайзи 1С. Ищу. Во, все, понятно. Ищу их, да. То есть есть интеграторы. Вы инициируете этих интеграторов. Есть головная материнская компания, которая делает софт. А вы делаете канал избыта для этого софта, для этой материнской компании. Через то, что вы умеете снарядить бригады, эти команды. Они берут, бегают, 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 находят клиентов, внедряют этот софт. Вот так зарабатывает и главная компания, и эти чувачки. Да. Ну вот. Мы поняли фактуру. Хорошо. А в чем проблема? Так вот, адекватность хочу идеи понять. Если я для всех одно и то же делаю, почему я не могу построить универсальную сеть и через нее организовывать сбыт всех своих клиентов? Конечно. Тогда и результат будет более показательный. Даже по-другому. Вы абсолютно бездарно тратите свою компетенцию. Согласна. Вы мозги, тратите свои мозги в то, что исчезает во времени, и потом вы становитесь еще виноваты. Да. Это проблема консалтинга. Заканчивайте заниматься консалтингом. Найдите партнера. Партнера – это значит компанию, у которой есть классный софт. Возьмите себе головного такого партнера. Вам надо направить энергию, чтобы найти одного ключевого партнера и направить всю свою энергию в этого партнера. То есть войти в партнерство. Понятно, да? То есть надо найти такого производителя этого софта, ну как бы компанию, которая нужна вашей компетенции, вам нужно заниматься только им, только этим проектом. В доле от бизнеса. Делая то, что вы делаете для других клиентов, но делая это для себя. Вы должны либо войти в некий опцион, либо на стадии начала, когда ваша компетенция реально пригодится. Вы должны прекратить полить время. Ну, видите, как вы устали. Это хорошо, потому что болевой порог пройден, значит, вы это будете делать. Потому что вы должны понять, что ваш путь тупиковый. Ну, то есть проблема консалтинга всегда. Консалтинг – это плохо, говорю я вам. Ничего хорошего нет в консалтинге, если только вы не настоящий консультант. Настоящие консультанты – это большая четверка. Это PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young. Да, что там еще? KPMG, да? Это McKinsey, Accenture. Есть настоящие консалтинговые компании. Большие. Они строят менеджмент мозгов. Консалтинг продает мозги. На самом деле из Ernst & Young и KPMG выходят супер-мега-профессиональные кадры. Это кузницы кадров, которых берут к себе любые предприятия, финансовыми директорами и так далее. В этих организациях умеют делать консалтинг в масштабе РУИМО. Все остальное – это как я ездил на Маринскую птицефабрику. На самом деле достаточно тупая деятельность, когда мы свои мозги продаем дешево и сами при этом виноваты. Вот в этом маленькой закрытой тусовочке, о которой я вам говорил, там есть ребята, которые проходили МЗС. Леша занимался банковскими гарантиями. Зарабатывал 300 тысяч рублей. Вася занимался консалтингом. Строил отделы продаж. Денег Вася толком не зарабатывал, но он был шибко умный. Он реально занимался консалтингом, он разбирался, у него классный мозг. Денег они не зарабатывали. Потом Вася нашел Лешу. И они нашли продукт. Некую бумагу они начали продавать, высокомаржинальную. Ну не саму бумагу, документ в смысле. В сфере недвижимости. И вжух, и полтора миллиарда. И 600 миллионов чистыми за год. И второй год так же. Потом закон новый вышел, и бизнес закончился. Очень забавно, только они сделали миллиард. Понимаете, да? А осадочек остался. Ну в смысле, они на совершенно другом уровне уже мыслят. Вообще на другом. Это произошло потому, что Вася перестал заниматься консалтингом. И направил всю свою интеллектуальную мощь в один проект. Он начал конкретно делать то, что он внедрял для клиентов. В одном проекте. Накапливая кумулятивный эффект с течением времени. Понятно, да? Для себя. Ну и супер. Вот что вам нужно сделать. Да, спасибо. Это просто подтвердило прям 100%. Осталось дело за малым. Найти этот проект. Уже сегодня встреча была с человеком, который, ну вот, там есть точки соприкосновения. А для этого вам надо пройти через так называемую яму управленческую. Ну это не управленческая яма, это другая яма. Это когда вы отказываетесь от текущих денег. Самое сложное – это отказаться от текущих денег. Потому что вы выживаете за счет повторяющегося процесса, за счет этих заказов. Это вам даст текущие деньги. И вы понимаете, в чем ловушка, да? Почему вы по кругу ходите? Потому что вам сложно отказаться от текущих денег ради мифических каких-то. Эти мифические каких-то, а текущие деньги сейчас. И вы понимаете, чтобы найти этого партнера, вам надо как бы освободить внимание и время. Вам надо этим заниматься. А вы не можете этим заниматься, потому что вы заняты. А заняты вы, потому что… Ну так же, да, все? Да, занимаюсь фигней с клиентами. На самом деле это убеждение, что вам нужно от всего отказываться. Вам надо быть более внимательным. Иметь в фокусе эту задачу основную. Нахождение этого партнера. Возможно, кого-то самого адекватного из текущих клиентов вы могли бы уже видеть как потенциального партнера. Самого адекватного. Вопрос адекватности, порядочности и психологической совместимости. Ключевой. Также то, насколько он воспринимает вашу ценность. Понимаете, да? И вполне возможно, что в вашей точке бифуркации будет специальный разговор с одним из ваших клиентов с тем, что вам интересно работать теперь иначе. Этот разговор, возможно, с тем, кто вас очень ценит и уже делал намеки вам, а не хватит ли вам заниматься другими, почему бы вам не заниматься им. Было такое? Да, одна крупная компания, мы с ней полгода работаем. Да, да, отлично. Это значит, предпосылки уже происходили. Значит, реальность вам подсказывает, просто вашей внимательности недостаточно. А внимательности недостаточно, потому что вы заняты. А заняты вы, потому что вы занимаетесь всякой хернёй, кроме главного. Повторяющимися автоматическими процессами, а не специальными новыми. Поэтому, если вы прямо сейчас возьмёте и инициируете особенный разговор с прощупыванием почвы с этими людьми, со своими намерениями, вы скажете, что-то я уже надоело мне туда-сюда, я ищу себе, хотел бы посоветоваться, вот такой проект, где бы я полностью вложилась, полностью свою энергию посвятила туда-сюда, но уже в другом качестве. И вам, в принципе, надо послать этот запрос в космос. Понятненько? Да. Ну вот, сделать серию встреч, но только уже понять, что ваша цель – это не клиент на консалтинг, который даёт копеечки, а на самом деле партнёр на будущее. Но вам только надо понять, что партнёрство предполагает несение всех рисков. Рисков. И, возможно, отсутствие доходов здесь сейчас. Если вы в партнёрство входите, то это не значит, что вам будет платить фикс. По факту, самое лучшее партнёрство – это от будущего результата, которого сейчас ещё нет. Вот что надо делить. Вы должны сказать, мы построим эту сбытовую сеть на текущие результаты, я не претендую. И это будет честно и правильно. Я хочу построить вот эту сеть, и вот на этот результат давай делать торговый дом, давай делать новую контору, joint venture, где у меня 50, у тебя 50, ну или как-то там 30, 70, ну какое-то, понятно, ну справедливо зажигающее тебя и его, или её распределение, где ты уже начинаешь это делать себе. Понятно? Да, я поняла. Спасибо. Ну вот, видите, как всё просто. Две секунды скажу. Очень круто. Сегодня я завтракала в искре, а вы там с утра были тоже. Я послала запрос в космос, и тут смотрю Михаил, думаю, офигеть, надо посмотреть, что у них за мероприятие. Искра – это магическое место, да. Да, и сегодня же оплатила, приехала, хотя, в принципе, ну обычно я сижу на флаконе, работаю с утками. Вот, поэтому спасибо вам за искру. Супер, супер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ